Не более чем провокация. Так Анатолий Пахомов назвал одну из заказных газетных публикаций, автор которого утверждает, что сочинские власти объявили смертный приговор чайной отрасли с целью использовать земли для продажи под застройку. На практике все наоборот. Это арендаторы и собственники чайных плантаций неоднократно пытались изменить категорию целевого назначения земли. Сколько раз те горе-хозяева, которые сегодня через прессу обращаются к нам, сколько раз они обращались за тем, чтобы эти земли были выведены из северного оборота, а были переданы как раз для того, чтобы там что-то строить. По нескольку раз они обращались. И представляете, какая ложь. В мэрии, подчеркиваю, чайные плантации нужно сохранить. Однако за последние 20 с лишним лет значительная часть угодья пришла в упадок. И все из-за того, что арендаторы либо не справлялись с обработкой земли, либо не хотели. В городской администрации и Россельхознадзоре постоянно выявляют подобные нарушения. Решать проблему приходится через суд. Мы провели определенный мониторинг, передали этот мониторинг Россельхознадзор. И Россельхознадзор выехала на территории, которые, по их мнению, не используются. И передали документы в суд на штраф. И, конечно, многим это не нравится, что по их мнению, что они эффективно работают. На деле все заросло бурьяном. Результатом эффективной работы должна быть фермерская продукция, несамостроенный на участках, отметил мэр. И пообещал продолжать борьбу с неэффективными аграриями. Ведь именно фермеры в перспективе должны напоить и накормить многочисленных туристов. Их количество, кстати, уже растет. А значит, к началу курортного сезона готовиться нужно активнее, отметили на совещании. Продолжится борьба с комарами, переносчиками малярии и вирусы ЗИКа. Для этого будут увеличивать сочинских водоемов популяции гамбузи и маленьких рыбок, которые активно поедают личинок комаров. А чтобы летний отдых был безопасным, необходимо также увеличить количество уличных камер видеонаблюдения, установить их не только на центральных улицах, но и во дворах многоквартирных домов. Одно из главных поручений мэр дал директору Сочи Водоканала. Предприятию предстоит сделать все возможное, чтобы в порывах многострадального водовода на улице Медовой в Адлере больше не было. Если понадобится техника дополнительная, я готов включиться. Мы можем собрать руководителя автотранспортных предприятий, в том числе Адлера, и сказать им, выделяйте технику, нам надо вывезти тот отвал, который сегодня кто сделал? Сделал этот застройщик, правильно? Обсудили и подготовку к майским праздникам. На улицах появятся новые билборды, баннеры, флаги, световые инсталляции на военную тематику. Началась подготовка и к празднику открытия сезона он пройдет 28 мая. Ожидается, что в карнавальном шествии примут участие горожане и гости курорта. Все желающие смогут поучаствовать и в конкурсе на лучший карнавальный костюм. Елена Всецн, телекомпания ФКТ.